Объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, жилищного строительства, розничного товарооборота в Чувашии планомерно растут. При этом инфляция остается на уровне среднероссийского показателя. Об этих и других результатах социально-экономического развития республики за два месяца этого года говорили сегодня на еженедельном совещании правительства. Индекс промышленного производства по итогам двух месяцев составил более 108%, а объем отгруженной продукции почти 28 миллиардов рублей. Причем значительный рост отмечен в электротехнической отрасли. Здесь темпы роста под виду делится электротехническое оборудование 11%, почти 12%, электронно-оптическое это 178%. Здесь нам дали ощутимый вклад, это посадка кабеля и Чуваш кабеля увеличили объем производства. Хевилл показал хорошую динамику, в том числе за счет отпуска своей продукции в адрес Оренбургских солнечных электростанций. Это РЖД увеличили объем потребления у ЭЛАРы, транснефть у ИЗВЫ, Роснефть у Чебоксарского электромеханического завода. Новый авиационный прибор выпустил завод электроприбор и ряд других направлений. Между тем в Чувашии продолжают открываться новые производства. На днях на Химпроме запустили производство гипохлорита кальция. А в индустриальном парке города Чебоксары заработал новый корпус НПО «Каскад». Также в 2018 году у нас планируется в июне на территории Маргаусской района Сейспель. В августе месяце планируется открытие в том же индустриальном парке «Турбокоминвест». Это компания, которая будет заниматься производством турбокомпрессоров для грузовой и сельскохозяйственной техники. Кроме всего планируется открытие на Чуваш-туртехнике очередного корпуса для производства продукции в рамках ГОЗа. Тепличный комплекс на Чебоксарске. Об исполнении республиканского бюджета за два месяца 2018 года доложила министр финансов Чуваши Светлана Янилина. По состоянию на 1 марта бюджет республики по доходам исполнен в объеме более 6 миллиардов рублей. В целом доходы выросли на 15%. Как видите на слайде, собственные доходы составили 94% на отчет к уровню прошлого года. Расходы составили 5,8 миллиардов рублей. Большая часть расходов на социально-культурную сферу и на реальный сектор экономики тоже расходы составили 84% от общего объема расходов. Глава Чуваши отметил, что в части пополнения доходной части республиканского бюджета необходимо продолжить работу по борьбе с теневой занятостью. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.